Приветствую вас, и вначале хотел бы сказать, что ваш вопрос по сушеству было бы уместнее и продуктивнее разместить в разделе юриспруденция, там бы вам ответили более детально и профессионально, но раз вы задали его в психологии, то я отвечу вам на него. Закон устанавливает правила, согласно которому, если родитель не обеспечивает ребенку должного ухода, а не создает условия для его нормального существования и развития, то ребенок подлежит изъятию такого родителя и передаче другому родителю, и при условии, что тот может обеспечить достойные условия существования такому ребенку, вам необходимо обратиться в органы социальной опеки и попечительства, чтобы они порекомендовали вам куда лучше обратиться с заявлением, но скорее всего будет иск, исковое заявление о лишении родительских прав вашей жены и о собственной передаче ребенка вам. Вот так вам и нужно поступать. То есть процесс решается исключительно в правовой сфере и психологическая сторона вопроса здесь довольно слабо раскрыта, по моему мнению. То, что у вашей жены есть определенные проблемы, это безусловно факт, но помочь ей не представляется возможным до тех пор, пока она сама не захочет что-то делать, а поскольку она не остановилась своей проблемой, то, вероятно, суд признает ее ограниченно дееспособной или не дееспособной вообще. В таком случае ей требуется не помощь не психолога, а, возможно, психиатра и проведение соответствующего лечения, в том числе и медикаментозного соответствующей организации. На этом все. Еще раз повторю, что для более полного ответа вам необходимо задать свой вопрос в разделе юриспруденции, там наши специалисты вам помогут ответить более полно и развернут. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен, желаю вам всего доброго.